Продолжение следует... Кто смелый может сказать, что это? Объединение техник... Всего, что может быть идентифицировано техникой... Да, в принципе, да. Однако мы здесь сталкиваемся с тем, что это, в принципе, немножко конфликтует с определением автоматизации. Вот, и я расскажу там про это дело еще немножко. Хорошо. Но я сейчас еще немножечко скажу, что это такое с нашей точки зрения. Вообще, на самом деле, лично я считаю, что интернет вещей немножко неправильный термин. Потому что за ним, за самим термином, кто знает, что стоит за самим термином, когда он возник? Да, 20 лет назад, когда, по-моему, MIT подключили вендинговую машину с Кока-Колой к интернету. Не знаю, насколько это серьезный проект, но, так иначе, потом начали говорить про интернет вещей. И на 20 лет не то, что забыли, там говорили вендоры, обсуждали и так далее, но чего-то не хватало. И вот пару лет назад внезапно все заговорили об интернете вещей. Было несколько катализаторов. Это, прежде всего, облачные вычисления, поскольку интернет вещей, он не только объединяет некоторые девайсы, устройства, то есть приводит нас к той ситуации, когда несколько устройств, которые вокруг нас, они могут коммуницировать между собой и влиять на состояние друг друга без нашего вмешательства. Например, датчик там за окном температурно определил минусовую температуру и дал сигнал на обогреватель внутри квартиры. Это вроде бы достаточно простой пример, да, и на самом деле здесь нет ничего про интернет вещей. А вот когда мы вытаскиваем это решение наружу, например, когда мы можем с мобильного устройства с другой стороны посмотреть, что у нас творится в квартире и запустить некие процессы, это уже возникает некое подобие интернета вещей. То есть здесь мы как раз-таки сталкиваемся с той ситуацией, что интернет вещей является еще незаконченной концепцией. То есть единого термина определения его нет. Однако есть несколько компонентов, которые формируют интернет вещей уже сейчас. И зачем все это, зачем об этом говорят? Ну прежде всего есть две позиции, два взгляда на интернет вещей. Первый – это бытовой, что это полезно умный дом, например. Мы каким-то образом оптимизируем процессы внутри нашей квартиры, дома, офиса и так далее. А вот второй – это реакция на события. То есть умное удаленное управление – это все прекрасно, замечательно. Но оно было там и лет пять назад, без проблем особых реализовывалось. А вот то, что сейчас происходит и то, что подтягивает в эту концепцию, оно гораздо интереснее. И мы уже как компания, мы реализовывали некоторые проекты. Один из них, вы уже знаете, такую компанию Tiss & Group. Это лифты производители. Мы сделали там решение в концепции интернет вещей, оснастили все лифты датчиками. Эти датчики определяют, кто ходит в лифты, какое их состояние, сгружают все в облако. В облаке происходит анализ, математические модели, по-моему, какие-то там даже используются. И все это показывается на дэшборде операторам. То есть мы можем предсказать там нагрузку на лифт. И что еще более интересно, есть ли какие-то предпосылки к тому, что лифт сломается в зависимости от разных факторов. И вот здесь превентивное обслуживание, оно очень интересно в контексте вообще в принципе нашей технологизации. техноизации, давайте так скажем, вот нашего мира, что у нас сейчас все очень технологичное, мы очень зависим в принципе от технологии каких-то изобретений. И мы приходим к тому, что для того, чтобы все это функциклировало хорошо, нам нужно, чтобы оно функциклировало без ошибок. И особенно в таких индустриях, как авиация и так далее, и так далее. То есть авиация, например, если мне не изменяет память, один самолет за час полета генерирует один терабайт данных. Как это прокачивать, куда это прокачивать, как обрабатывать и так далее. Здесь нам приходят на помощь облака, машинное обучение, математические модели и много еще концепций, которые притягиваются к интернету вещей. И я думаю, что может быть даже интернет вещей постигнет участь big data, концепции, которая распалась недавно на две концепции, аналитика, по-моему, и машинное обучение. Ну и помимо этого есть еще различные сценарии, как проактивные продажи, удаленное обслуживание, рассылки и многое-многое другое. То есть, например, если заходить в магазин какой-то, то если обсуждать ритейл магазины и так далее, то там интернет вещей тоже может быть. Он, например, начинается с самого простого, с каких-нибудь RFID меток, что вы подходите, раз черкнули, увидели цену и ушли, например. Либо это может быть как для клиента, так и для оператора этого магазина, что вместо того, чтобы кто-то ходил, охранник или кто-то еще поправлял, смотрел наличие и так далее, у нас могут быть датчики, которые автоматически заказывают дополнительный товар, в том случае, если его количество истекает на полках, на складах и так далее. Вот, например, такой хороший пример интернета вещей – это автоматизация и оптимизация происходящих процессов внутри офиса. Внутри офиса на самом деле очень много процессов, и не только мы там живем. Живет еще много всего интересного, и мы можем влиять на это. И в том случае, если, например, мы видим большие счета за электричество, а в этом масштабировать можно и до квартиры обычной, то мы можем быстро достаточно наклепать решение, которое будет у нас выключать свет, в том случае, если последний человек выходит из аудитории, либо входит. Я думаю, вы все видели какие-нибудь такие большие таблички или листочки, на которых написано «выключайте свет», либо «не включайте свет, если вас мало в аудитории». Я в одном университете видел такое. Если у вас мало в аудитории, пожалуйста, не включайте много света. А то включают. И все остальное – это, значит, там тоже парковка, автоматизация парковки. То есть когда ты въезжаешь, например, можешь отсканировать или забронировать, и тебя потом метка какая-то ведет. Это тоже очень популярный пример. Но с туалетами не буду говорить. Известный достаточно сценарий. Известная шутка, что с приходом интернета вещей у нас вендоры, которые производят туалеты, могут прошивать их удаленно. И могут перепрошить не так, как надо. Но это уже дальше не очень приятные шутки. И вода, ливневка, open space, прочий уровень CO2 – на все это мы можем влиять. Реальный пример. То есть мы в Майкрософте пошли, исходя из того, что мы сами это попробуем. И у нас есть штаб-квартира наша майкрософтовская в Сиэтле в Штатах. Это, по-моему, 40 акров земли. На которых примерно 10-15 зданий огромных или больше даже зданий. И раньше они были соединены в какую-то общую сеть, но не было мониторинга, не было отслеживания процессов и так далее. И потом мы решили сделать это. И теперь этот проект называется «Умный кампус». И каждый день проходит 500 миллионов транзакций о различного рода процессах, которые происходят внутри нашего кампуса, внутри наших этих зданий. И вот если говорить о том, к чему это привело, то вот инженеры здесь говорят, что раньше я проводил 70% времени рабочего сбором и компиляцией данных, и 30% работал времени. То сейчас я 95% работаю наконец-то, либо не наконец-то, что очень отлично. И главный инициатор этого проекта, Даррел Смит, один из директоров наших facilities and energy, он сказал очень хорошую вещь, которая достаточно хорошо показывает, зачем мы делаем умные дома сейчас, что, цитата, там, все мобильные телефоны были кирпичами, грубо говоря, раньше, ну вот такими. И, в общем-то, они выполняли там какую-то определенную функцию, ну, звонили, например. Сейчас прошло пара лет, и у нас вместо телефонов ноутбуки. Ну, то есть, нет, телефон — это практически ноутбук, то есть функциональный и так далее, порой мощнее, чем некоторые ноутбуки даже. И мы в Microsoft и вот те, кто реализует умные дома, хотим сделать то же самое с домами. То есть, дома — это, грубо говоря, сейчас просто кирпичи, а мы хотим сделать так, чтобы они стали, перешли на новую стадию, так сказать, жизни даже. Может быть, ожили в какой-то мере. Вот. Из денежных показателей оказалось, что в одном из складов зачем-то работают вентиляторы и вытяжка. Никто не знал о том, что она работает. Что приводило, вот вроде вентилятор, вытяжка и так далее, а вот в год это тратилось 66 тысяч долларов. Когда начали смотреть мониторинг, анализировать и так далее, увидели это, отключили и начали экономить. Опять же, вот очень сложная была проблема с чиллинговой системой, с охлаждающей водочистительной какой-то системой. И вот когда проанализировали датчики, с датчиков информации и так далее, это все заняло 5 минут для того, чтобы исправить. И, во-первых, и вода лучше стала, наверное. И, во-вторых, каждый год от того, что вот эта проблема с давлением ушла, 12 тысяч долларов ежегодно мы теперь сохраняем. Ну, по отношению к предыдущим, конечно. Как это делается? Я сейчас еще покажу несколько кейсов, несколько сценариев. Как мы это делаем? Мы делаем это в двух направлениях реализовываемых интернет вещей. Первое – это клиентская. То есть есть микроконтроллеры, Raspberry, если кто-то знаком, там, интеловские контроллеры и так далее. На них раньше исторически стоял Linux, либо а-ля Linux что-то, да? Сейчас мы сделали редакцию специальной операционной системы Windows, которую вы можете установить на Raspberry и, разрабатывая Visual Studio, например, разрабатывать это все дело для Raspberry, поднимать там какую-то температурную погодную станцию и много-много другое. В том случае, если же Windows не подходит, есть такие варианты, мы говорим о том, что у нас есть вторая категория. Это облачная платформа Microsoft Azure, на которой есть достаточно много сервисов, например, для сбора данных, телеметрии и так далее, для аналитики, для агрегирования. Например, достаточно сложно сделать такую систему, в которой будет девайсы, там, тысяча девайсов, например, очередь, в которую эти девайсы шлют данные сообщения, и некую систему, которая будет постоянно доставать в реал-тайме эти сообщения из очереди и обрабатывать, как-то агрегировать. У нас есть это как сервис, то есть вы буквально подключаете там очередь с одного конца, с другого конца, например, хранилище или визуализацию и пишете в SQL-like запрос для того, чтобы, например, там, агрегировать в течение пяти минут эти данные от температурных сенсоров и делать что-то с ними и дальше отправлять это все на визуализацию. Помимо этого, там, кроссплатформенность, то есть мы любим Linux, известное дело и прочее, прочее. Чуть-чуть подробнее про десятку. Как мы до этого дошли? У нас было несколько форм-факторов. Как вы знаете, это телефон, это Xbox, это сейчас HoloLens, такие очки есть прикольные, и десктоп, разумеется. Это были, ну, еще там, те системы Windows Embedded, которые устанавливались там на банкоматы и так далее. Вот если кто-то не знает, то одна из самых популярных систем, которые ставятся на банкоматы и прочие вот эти вещи, это Windows. Ну, специальной версии, конечно. И поддерживать, сколько это, четыре кодовых базы было сложно. Поэтому в 2011 году кто-то волевым решением начал продвигать вот эту тему с объединением ядра в Windows, для того, чтобы у нас Windows 10, вот новая десятка, да, она могла работать на всех форм-факторах без функциональной разницы, но с разницей там в графике, потому что с графикой там, конечно, свои там серьезные нюансы, там и акселерация, и прочее, прочее. Вот. И мы до этого дошли, понадобилось где-то 4-5 лет, там, те, кто пристально следил за тем, что происходит, могли видеть некоторые иногда непонятные вещи с там, с телефонами и так далее, да, однако все это потихоньку слилось в то, что есть сейчас, а именно в платформу универсальных приложений. И вот здесь как раз, что интересней, не только приложение это, не только можно запустить, которое написано в универсальной модели, можно запустить не только на ноуте, не только на настолке, не только на планшете или телефоне, но и на маленьком микроконтроллере. Зачем это может быть нужно? Это зависит от того, что вы хотите сделать. И вот здесь у меня есть небольшое видео о том, что было сделано с помощью Windows 10 IoT. Оно на английском, но... This is an air hockey robot prototype built on top of Windows 10 IoT Core. It demonstrates the flexibility and endless possibilities of Windows 10 IoT Core and the universal Windows platform. We wanted to make something with Windows 10 IoT Core that would inspire you to go out and make something just as amazing or even better. The system is controlled by a Minnowboard Max, which processes data from the sensors and camera to command the motors to move a mallet around the table surface. The robot is made with a variety of laser-cut plastics, 3D-printed parts, and modular aluminum extrusion beams. For the mechanical design, you can use guide rails and linear bearings which allows the mallet to slide along the X-Y plane. Stepper motors and timing belts allow you to precisely control the location of the mallet. The motors are hooked into stepper motor controllers, which are then controlled directly by the Minnowboard Max through GPIO. The Minnowboard is mounted to the side of the frame with sensors, motors, and camera connected. In order to detect the puck, we use a special camera with built-in machine-vision processing. The camera looks for color blobs and detects the bright green puck on the surface of the table. The X and Y coordinates are reported to the Minnowboard over an SPI bus. We rode a universal Windows app, which runs on the Minnowboard Max. It processes the information coming from the sensors and drives the motors to move the mallet. There are four different modes in the app. The first is Game Mode, which configures the robot to play a game of air hockey against a human player and also keeps track of the score. It has a basic algorithm designed to try to block shots that are heading towards the goal and tries to shoot the puck if it sees an opportunity. Diagnostic Mode lets you see what the robot sees and how it will react to the puck. Test Mode lets you simulate puck movement using a mouse or touch screen. Mirror Mode provides an easy way to test the motors and the camera tracking simultaneously. It also helps with calibrating the mallet and puck position. This project is just the beginning. It's got quite a ways to go before it will win any air hockey tournaments. You understand the globalness of this project. But if you've heard of it, I think the first AI won the players in the game. Кто-нибудь слышал об этом? Да? Все слышали, да? Но это программная система. Но как бы не за горами то, что вот сейчас видели, это именно механическое управление на основе того, что видит сверху робот. Вот как вы видели камера. И под этим управлением мы можем управлять в том числе, допустим, режимами и прочим-прочим. Отличный пример. Но есть еще один пример, еще более, может быть, интересный и, конечно же, глобальный. Мы, допустим, сейчас занимаемся тем в свободное время, что строим IoT-пивоварню. Вот. Что она будет уметь? Варить пиво. И в зависимости от каких-то определенных каких-то критериев, параметров и так далее происходящего процесса, да, она будет влиять на этот процесс. И мы можем с мобильного приложения, опять же, повышать, там, повышать, понижать температуру, параметры и так далее, и так далее. Все это будет управляться вот как раз а-ля, вот здесь показали интеловскую плату, ми-ноуборд. Но есть еще разбери. Если кто-то интересуется, под это можно вполне скачать, загрузить эту бесплатную версию Windows 10, IoT Core и попробовать установить на нее Windows. Устанавливается достаточно просто. На флешку устанавливается и подключается в сеть. И дальше из Visual Studio, например, или из какого-нибудь другого редактора, поддерживаемого, можно писать универсальное приложение на десктопе, отлаживать на десктопе и деплоить прямо на Raspberry Pi либо на другую плату. Вот. Разница здесь между этими платами в том, что Raspberry это скорее микроконтроллер, а ми-ноуборд это скорее микропроцессор. То есть что это значит? Это значит, что есть… Это неформальная категория, конечно, категоризация. Есть платы, которые используются для того, чтобы принимать на себя сигнал и дальше распределять по каким-то датчикам и так далее. А есть платы, которые жуют данные. Например, нам нужно собирать данные с видеоустройств, с видеокамерой и, например, делать распознавание образов. Вот если Raspberry с этим делать, то плата с высокой степенью вероятности там HD-видео какой-нибудь будет прожевывать достаточно медленно. Для этого есть более совершенные платы и вот здесь вот это тоже можно использовать. Второе, что клиентской стороны касается, это All-Join такая тема, это не наша тема, это стандарт, который предназначен для того, чтобы реализовать управляемые девайсы, управляемые устройства с помощью прошивки, которая ставится внутри устройства. И я думаю, здесь сейчас видео скажет само за себя, что это такое, и я объясню по пути. Я буду озвучивать, это умная лампочка, да. Они both can be controlled wirelessly over your home network to turn off and on or even change color. Even though they're made by completely different companies, they're both connected to one thing. Сейчас он показал то, как можно управлять просто по Wi-Fi, лампочкой включить-выключить, да. Ничего интересного, потому что это нажали кнопку и все. А есть более интересный сценарий, например. А, ну вот он показывает, как это выглядит. Вот этот интерфейс предоставляется лампочкой. Сама лампочка выдает набор команд, которые она поддерживает, и параметров. А вот уже интересное пошло. Чтобы показать, что AllJoin can do, мы построили связанную Minecraft-коперенцию. И хотя это не официальная Minecraft-фащита, мы думаем, что улучшение ваших лампочек в зависимости от времени в Minecraft-коперенции довольно круто. Это, разумеется, наверное, самый полезный пример применения IT в мире. Но относительно каких-то параметров, определенных, там, свет и так далее, нам предлагали сделать демонстрацию Minecraft какой-нибудь другой игры, RPG какой-нибудь, и чтобы там справа была мана, а слева хелс. И чтобы они там меняли свое состояние. Но мы пока не доделали этого. А вот следующее, это уже, наверное, для тех ситуаций, которые всем может быть известны. Это когда давайте в десятером в купе поезда зарубим… Ну, ладно, не в купе поезда. Там в квартире зарубимся в StarCraft на ночь. Что происходит, когда десять человек в одной маленькой комнате играют в StarCraft? Или в WarCraft? Или Counter-Strike? Крики. Крики, ладно, пицца нет, да. Еще кто? Обычно это мужская проблема, на самом деле. Жарко. И вот когда наступает та ситуация, когда очень жарко… Например, интенсивность игры зашкаливает и так далее, да, то есть что-то внутри игры дает знать о том, что происходит что-то очень важное, очень напряженное. Мы можем автоматически управлять кондиционером. При этом кондиционер, опять же… при этом кондиционер, опять же, выдает сам эти команды. То есть он выдает две команды интерфейсные, охлаждать или утеплять, да, и параметры. Дальше мы обнаруживаем этот интерфейс по сети и дальше генерируется кусок кода, который автоматически уже адаптирован под это дело. Дальше нам нужно просто дернуть это программным образом с мобилки, с телефона, с чего угодно, да, с мобилки, с десктопа, с чего угодно, или даже удаленно с веб-сайта, да, без разницы особой, для того, чтобы изменить состояние вот того, устройства, которое мы хотим. И вот облако. Облако – это очень долго рассказывает, чем оно в интернете вещей помогает, поэтому я вот сразу к примеру решения приведу к архитектуре. Здесь все сложно. То есть в том случае, если у нас есть большое количество устройств, проблема интернет вещей любого решения в том, что возникает огромное количество данных, которые нужно прокачивать по сети это раз, и два – как-то обрабатывать и где-то хранить. Если мы хотим хранить это локально, то мы очень скоро, скорее всего, попадем в потолок наших ресурсов. То есть нужно будет еще ставить. Здесь облако помогает. И вот эти виртуально неограниченные ресурсы в том числе. То есть мы можем в сторож класть и, например, отсылать вот эти все сообщения в какую-нибудь очередь. Но здесь вот разные там названия, event hub и так далее. Есть еще IT hub и прочее. Вот. Это просто очередь. Давайте не будем углубляться в какие-то подробности. Некая очередь, куда поступают данные. А вот дальше уже, поскольку это около реалтаймовая система, нам очень важно, чтобы эти сообщения доставались очень быстро и своевременно. При этом, если вы сами это делаете, можно самим делать, можно все самим делать, да, но тогда придется познакомиться с какими-нибудь такими словами, как обратный экспоненциальный алгоритм отката. Кто-нибудь знает это? Backoff exponential algorithm, что-то там. Нет? В Википедии или где-то еще вот такая огромная статья про это. При этом вся суть в том, что, грубо говоря, у нас есть некое исходное время опроса, то есть, допустим, раз в 5 секунд опрашивать. И в том случае, если раз в 5 секунд нету сообщения, это время увеличивается, например, вдвое. То есть дальше уже раз в 10 секунд, раз в 15, и так до одной минуты, например. Потом, обнаружив сообщение, это все время сбрасывается обратно, допустим, на 5 секунд. Вот. То есть очень все просто. А там еще матаны есть. Вот. Но это уже для тех, кому это интересует. Поэтому очень важно иметь сервис, который будет брать из входа быстро эти данные автоматически и передавать их куда-то дальше. Либо в следующую очередь агрегированная, либо в базы данных, либо на визуализацию. С помощью дальше уже там какой-нибудь сигналера там или чего угодно. Вот. Из облачных решений, что я могу интересного вспомнить про интернет вещей. Из интересного. Так. Ну, про пиво сказал, про Майнкрафт сказал. Да. Из облачных и аналитических вещей мы недавно организовали проект, по-моему, с Ford, либо с кем-то из этих ребят. А, с Toyota. Вот с Toyota. Хотя и с Ford тоже работают. Для того, чтобы на бортовые компьютеры устанавливать вот эту операционную систему нашу и плюс еще делать аналитику. И дальше уже это все называется, там, связано с Cortana. Если кто-то знает, это наш персональный ассистент. Если кто не знает, это что-то типа Siri. Вот. И там что происходит? Вы сидите, у вас на бортовом компьютере установлена операционная система в машине, и вы говорите, пожалуйста, там, Cortana, да, сделай мне сводку покупок за третий квартал по таким-то параметрам. Все это уходит в облако и дальше уже там крутится, крутится и дальше озвучивается уже внутри машины у вас, возвращаясь. Вот. И помимо этого есть еще всякие connected car, типа, есть еще ремонт, а такое решение наше российское, brightbox компания. Они делают управление машинами, то есть с мобильного приложения через облако. Вот там латентность и прочее вообще очень важны. Вот. Они делают примерно вот что-то типа такого. Вот. Я, в принципе, все. Если у вас есть вопросы, то я буду рад ответить здесь или не здесь. Вот эта ссылка есть, AKMS IoT 2015, где можно посмотреть поподробнее про IoT от Microsoft, либо с QR, либо без QR. Я ставлю. И есть ли вопросы? Да, есть вопрос. Спасибо за презентацию эту. Первый. RealTime все-таки есть в Windows для контроллеров или нет? RealTime, что вы подразумеваете? Ну, является она RealTime OS. Нет. Если вы имеете в виду, что это является ли оно чем-то похожим на QNX какой-нибудь, нет? Ну, на VXWorks, что-то подобное. Ну, понятно. То есть, чтобы было точно, что реакция на событие может быть не дольше, чем такое-то. То есть, это нет. А, это есть. Но там с QNX и так далее, там же ситуация другая немножко. То есть, это RealTime эти системы, они там и используются другой технологический стэк, и там вообще, в принципе, очень всего мало на самом деле в этих операционных системах. Но там есть, и мы работаем, конечно, над производительностью, она работает шустро. Вот, очень. Но проект очень новый. Я могу сказать, ему меньше года. Поэтому там есть огрехи, и вот таких замеров прям, по-моему, не производилось. Понял. И еще такой вопрос уже второй, он сильно в стороне, но состоит из четырех частей. Вообще, интернет вещей в вашем понимании является ли таким, есть ли у него такие проблемы, как первое, уменьшение прайвеси вообще людей, второе, злонамерное вмешательство в процессы. Ну, то есть, понятно, все управляется, все может как-то быть включено-выключено, удаленно. Третье, ну, соответственно, как следствие, бот-сети, состоящие из кучи процессоров халявных, которые там где-то разбросаны. И последнее, апокалипсис сценарий там до тех же домов, когда электричество пропадает, и все пропало. Если я буду отвечать как сотрудник Microsoft, я могу ответить, что я не могу ни на что из этого ответить. Мне нельзя отвечать на эти вопросы, так скажем. Вот, комментировать политические моменты, безопасность, правилости и так далее. Но я скажу, что прежде всего, вот по этим вопросам работают на данный момент. То есть, текущая позиция, она еще неустойчива. Вот по этому поводу, да. Потому что прежде всего, вот именно глобальных каких-то аэтишных решений, ну, пока еще нет. Есть несколько городов умных, есть вот там полиция, по-моему, в Нью-Йорке и много-много другое, да, которые так или иначе используют это, но нет. Таких, чтобы прям вот, на чем можно было замерить, там меняется как-то, правилости, безопасность и так далее, да. Однако над этим сейчас, над стандартизацией того, как понимать и от чего плясать, да, вот мы же должны от чего-то плясать, когда говорим, вот безопасность уменьшается. По сравнению с чем, да, вот. И над этим работают сейчас все крупные вендоры, которые в этом задействованы. Microsoft, Google, IBM, еще много других. И помимо нас технологических, там еще есть бытовые Samsung и прочее, прочее. Это сейчас вот как раз находится в активном обсуждении. То же самое про апокалипсис и там и так далее, да. Это вопрос скорее отказоустойчивости и безопасности. Над этим тоже работают. И, в принципе, там, знаете, там проблема в другом сейчас, над чем вот сейчас активно работают. Что будет, если у нас обвешенный наш человекоподобный робот, который доставляет пиццу, въедет в туннель длинный? Как вы думаете, что произойдет? Ну, смотря какие у него есть датчики, инерционные там и прочее, то есть точно так же без связи он должен в каких-то режимах уметь работать. И дальше, когда он выйдет, как мы опять его найдем? То есть вот в этом проблема, да, адресация еще. И над этим работают. То есть здесь очень много работ сейчас происходит, и они происходят уже полтора года, поэтому, в принципе, это легче просто найти вот те драфты, которые сейчас у них есть. Я не могу ответить, потому что мы таких замеров не производили, потому что не на чем пока, вот так скажем. У нас есть большие решения, но они в основном корпоративные. Вот там как бы мы можем сказать, что у нас есть решение Tissom Group. Все. Потому что нельзя говорить больше о нем технологически. Ну, понятно. Спасибо. Есть вопрос с храмом? Здравствуйте. Хотел бы спросить более технический вопрос. Тут был разговор про Raspberry Pi второй и третьей версии и про Intel'овскую MBM, по-моему, плату. Вот когда только Windows 10 выходил, был разговор, что будет поддержка Intel Galileo. Что с ним произошло? Не будет. Это я на самом деле подозреваю, что это было немножко недопонимание. Либо кто-то не совсем правильно написал об этом, либо кто-то не совсем правильно понял и растиражировал. На Intel Galileo и Intel Edison поддержки десятки не будет. На ней только восьмерка. Вот восемь. И оно, насколько я знаю, не развивается больше. Потому что там есть технологические вещи именно в плане железном. То есть сама силиконовая вот эта вся начинка. Но я не знаю, опять же, об этом написано у нас где-то на сайте. Но пока нет. Из Intel'овского мы поддерживаем только Minoboard. И второй вопрос. Какие платы будут в последующем планах поддерживаться? И какое ограничение, собственно, по железу для этих плат, если я захочу портировать на свою, например, систему? Можно портировать. Есть специальный режим, который называется Windows 10, IoT Core Professional, который позволяет сделать сборку для своего дистрибутива. Вот, что сказал одно и то же. Сборку для своего девайса. И дальше уже мы можем, в принципе, поддержать. Однако здесь проблема в том, что… Не проблема, а точнее особенность в том, что мы говорим о том, что девайс поддерживаемый только в том случае, если мы его тестировали. Но мы не можем, конечно, все тестировать, поэтому нет, допустим, девайсов таких, как… не вспомню, какое это название, но это не значит, что оно не работает. Оно может работать, если там железячная начинка, она совместима с тем, на что у нас есть драйвера. Но, повторюсь, меньше года проекта и там драйверов еще не так много, поэтому там могут встречаться вот такие разного рода неконсистентности. Поэтому собрать можно, на свой девайс можно, но это будет сопутствовать этому тестированию и общению с нашей группой разработки. Еще вопрос по лицензии на таких устройствах. Лицензия на эти устройства, она первая. Продавать нужно? Ну, если мы захотим, да. Если продавать, то у нас есть несколько в России запрувленных, неподтвержденных, сертифицированных, да, вспомнил. Но это не то, но близко к правде. Вот, да, вендоров – это кварта технологий и компонента, по-моему, сейчас из двух состоит все, к которым можно прийти, купить эти лицензии и пообщаться насчет лицензии. То есть это делается через наших вендоров, которые распространяют лицензию Windows 10 IoT. И это не только Windows 10 IoT Core, который под Raspberry и так далее, но и для Windows 10 IoT в принципе. То есть там есть такая еще редакция. Это то, во что превратился Windows Embedded. Для банкоматов, для киосков умных и прочее, прочее. И для машин, да. Спасибо. Есть ли еще вопрос? Да, есть. Здравствуйте. Спасибо за интересный доклад. Скажите, пожалуйста, вы взаимодействуете с такими микроконтроллерами, как Bosch или Siemens? То есть можно залить на них вашу операционную систему? Нет. Мы работаем с этими компаниями, мы работаем с Miel, например, и многими другими, но у них там, я подозреваю, что у них там под конкретной модели это все делается, тестируется и так далее. То есть у нас нет как-то какой-то широкой поддержки вот именно этих микроконтроллеров. Но больше интересуют данные микроконтроллеры для программирования автомобилей? Ага, для программирования автомобилей. Это нужно общаться с теми, кто у нас этими вендорами занимается, вот кто с Toyota и Ford, например, делает проекты, потому что они могут знать. Но это сейчас в работе, поэтому высокой степени вероятности какое-то готовое, которое вот прямо сейчас взять нету еще. Это все очень сложно, да. Спасибо большое. Здравствуйте. Спасибо за доклад. Подскажите, есть ли конкуренты Windows Azure? И если есть, то чем Azure лучше? Прекрасно. Можно я ответить, что конкурентов нет, и даже не буду отвечать. Нет, на самом деле есть, конечно, это Amazon с AWS облачной системой, и это Google со своей App Engine, по-моему, сейчас называется, или Google Platform, как-то так. Но каждая из систем, каждая из платформ, она хороша по-своему, и сейчас, в принципе, у нас есть функциональный паритет, так или иначе. Но как таковой, если вы спросите, допустим, сотрудника Amazon или сотрудника Google, да, чем вы, допустим, количественно лучше или качественно лучше, там, Azure, например, да, то с высокой степенью вероятности вас переведут на обсуждение вашего сценария. Потому что это не то, чтобы очень сложно этими цифрами перебирать, просто реальное сравнение должно выполняться исключительно на практике. И вот оно выполняется именно так. Поэтому ответа тут конкретного нет, и я думаю, что не будет. И я думаю, вы понимаете, почему. Есть, помимо технологического плана, есть еще некоторые этические моменты, что мы… Я не могу говорить, что Amazon – это плохо. Понятное дело. А не может… А еще вопрос. Кем конкретнее вы работаете в Microsoft и как-то попали? Ага, прекрасный вопрос. В трудовой книжке у меня написано «Эксперт по стратегическим технологиям». Но это сделано для того, чтобы, по большей части, что в России слово «евангелист» может воспринято быть не очень. И моя мама, например, она до сих пор ругается на меня, что я работаю евангелистом. Она до сих пор думает, что это что-то плохое. Но сейчас уже немножко легче. Как я попал, наверное, все можно… Обсуждение, в принципе, там долгая история из двух лет, по-моему, состоящая. Я просто планомерно повышал свою видимость. То есть что это значит? Визибилити или видимость? Это то, что сейчас очень важно. Если ты отвечаешь на форуме, на форумах видных, там, я не знаю, Stack Overflow, MSDN, TechNet, помогаешь, общаешься в группах майкрософтовских и так далее, то не надо думать о том, что тебя не заметят. Работая сейчас в Майкрософте, я постоянно занимаюсь тем, что, поскольку я с сообществом активно общаюсь, постоянно мониторю, что происходит на вот этих ключевых форумах. И вот здесь, так иначе, когда ты уже достаточно видим, когда у тебя, например, на Stack Overflow карма по тысяче, ну или побольше, ну лучше побольше, конечно, то тебе однажды могут, допустим, где-нибудь постучать в соцсети или по почте или в профиле на форуме и спросить, не хочешь ли ты посотрудничать как-нибудь. И дальше уже это все развивается. Ну это не универсальный, конечно, путь, но это такой путь, который гарантированно поможет. Поэтому если вопрос, точнее, может быть, я подозреваю, что он не в том, как я именно попал, а в том, какие рекомендации я могу подать для того, чтобы попасть в Майкрософт. Я правильно понял? Можно было так спросить. Делайте все. Сейчас, слава богу, уже не 90-е, и обнаружить то, что вы хотите, в чем вам интересно заняться, и начать делать это очень просто. Выкладывайте приложение на GitHub, пишите там письма, общайтесь с сотрудниками Майкрософта, и, в конце концов, может получиться так, что в том случае, если вы имеете достаточно технологическую определенную зрелость, да, можно попасть. Либо можно зайти на интерна. То есть у нас постоянно интернатура открыта. Но интернатура, скорее, по-моему, технологических людей мы не так часто набираем. Чаще маркетинг, технические продажи. Но технические продажи, это, надо сказать, достаточно адский хардкор происходит технологический. Вот порой. И дальше уже можно попасть в теоретический Майкрософт. Но нужно готовиться, конечно. То есть иногда это может занять месяц всего, а иногда может занять 2-3 года. Собеседование, я имею в виду, и так далее. У меня было 8 собеседований, например, с разными людьми. Самое сложное было, как вы думаете, с кем? Нет, с HR все было хорошо. Нет, это тоже. С маркетингом. Вот. Я не буду говорить вопрос, который… Но там не было ничего общего с… Почему люки круглые и так далее. Поэтому, извините, если мы можем… В принципе, если хотите, подойдите мне. Мы можем пообщаться там в кулуарах. Просто это очень долгий вопрос такой. Ну, хорошо, спасибо за ответ. Да, вот, коллега. Друзья, давайте говорить вопросы только в микрофон. Вот, молодой человек с микрофоном, вставай. Добрый день. Слышно? Да. Меня зовут Илья. Спасибо за интересный доклад. У меня следующий вопрос. Ну, где-то сейчас у нас много очень устройств различных. Internet of Things и Умный дом в частности. Года три назад вот в плане B2C решений было очень мало. В основном какие-то стартапы. Сейчас подтянулись. Крупные компании там вот Microsoft все это делают. Samsung SmartSyns купил. И многие производители там стараются умную кофеварку сделать и так далее. Вот. Но, как бы, если рассматривать какую-то задачу сделать экосистему там или какое-то пользовательское решение, или там маленький офис, допустим, то сейчас с такой проблемой можно столкнуться, что если выбирать какие-то продукты, какие-то устройства от небольших компаний, то каждая компания делает там какое-то устройство, например, умную камеру, и к ней приложение на iPhone, или там еще что-нибудь, опять же приложение на iPhone, или мегаоблако какое-то. Если брать от какой-то крупной компании приложение, то там все в проприетарщине, все закрытое, есть какой-то интерфейс небольшой, который, может быть, и не позволяет добиться того, что конкретно было нужно от этого устройства, от этой экосистемы, в общем. У меня такой вопрос, тоже с двух частей. Первое. Работает ли сейчас кто-то, в частности Microsoft, или, может быть, объединение каких-то компаний, на стандартизации вот этих всех интерфейсов, интернет-овещей и умного дома в частности? И вторая часть вопроса – это есть ли у Microsoft планы в этом направлении, в направлении именно стандартизации каких-то открытых или полуоткрытых интерфейсов? Понял. Спасибо. Хороший вопрос. Вот первый стандарт, первый вопрос, и второй, на самом деле, это AllJoin. Первая часть. AllJoin. AllJoin – это построение интерфейсов, которые можно использовать в любой платформе. Это раз. И по стандартным протоколам типа Bluetooth, типа Ethernet, типа Wi-Fi и так далее. Второй вопрос. Ну, то есть первый AllJoin, он является унифицирующим стандартом, который унифицирует так называемый discoverability, то есть обнаружение этих устройств и подключение. Следующая стадия – это общение. И вот здесь мы сталкиваемся с тем, что есть там 10 протоколов, например, Bluetooth, Ethernet и так далее. И вот здесь народ работает над стандартом Thread. Это, по-моему, Google его начал развивать со своим, по-моему, по-моему, из Google Nest родился этот стандарт. Это протокол универсальный для IoT. Оно находится, я так скажу, где-то, может быть, в середине пути, поскольку это очень сложно. И, по сути, вот что AllJoin, что Thread, они требуют вмешательства в механическую начинку девайсов для реализации поддержки, но оно разрабатывается. Все остальное вы совершенно правильно сказали. Миллион различных протоколов, миллион различных опций. И если вы хотите стать успешным, вот говорят, сейчас самая популярная профессия, по-моему, data scientist, говорят, самая сексуальная, по-моему. А вот у меня есть еще одна самая сексуальная профессия, которая называется архитектор системы. И архитекторы IoT систем, они сейчас, ну, не то что на вес золота, но их очень мало. Но я подозраю, что скоро они понадобятся. И вот здесь архитекторы как раз должны сделать вот эти выборы. Но честно, я скажу лично, не как сотрудник Microsoft, мне, может быть, даже не кажется это сильно удачной идеей, стандартизация. Потому что слишком у нас большое количество различного рода девайсов. Есть устаревшие. Что мы будем с устаревшими делать, например, да? Ну, со старыми. Что all join, что thread, по-моему, в мире поддержат десяток девайсов всего. Хотя там, ну, уже полгода, по-моему, работают. Но над этим очень-очень активно работают. Очень активно работают. Ну, то есть я правильно понимаю, что все вот эти вот, то, что вы прибыли пример, all join и другие, они именно как бы просто ручную работу делают сами. То есть берут готовые интерфейсы и пытаются их понять. Они предоставляют вам. Да, да. И предоставляют какое-то общее решение. Но вопрос был именно в том, как бы снизу, если пойти, не, например, как это обычно делается, когда все разное, всем плохо, потом крупные компании говорят, а давайте мы объединим консорциум, соберем, и все будет хорошо, все будут пользоваться каким-то общим решением. Я понял вас. Да, вот. То есть такого пока нет. Я правильно понимаю. Есть. Консорциумы есть, если вы хотите консорциум. Их три. И они работают, я подозреваю, над одним и тем же. Они называются OIC, Open Internet Consortium, и IIC, Internet, не помню как, консорциум. И еще есть третий консорциум. И вот в этих трех консорциумах состоят разные вендоры. И они работают над стандартизацией. Можете посмотреть над тем, чем они работают в данный момент. Просто вот если говорить прямо снизу, то нет. Я не могу сказать здесь, что происходит. Спасибо. Спасибо вам. Да, вот. Я думаю, у нас там предпоследний. Давайте предпоследний и потом вот. Здравствуйте. Хотел спросить насчет одной вещи. До этого в других презентациях было… Речь шла о тестах. Вот. Допустим, у нас есть такая ситуация, есть летачный объект, да, и мы по нему пишем через IOT, да. И у нас нет права на ошибку. То есть мы должны написать сразу, чтобы это работало. Есть ли у этого решения какая-нибудь виртуальная машина, чтобы мы могли проверить, как это работает, при этом не используя контроллер? Да. Вы можете это проверять на своем десктопе. Вот в этом вся суть. То есть там модель программирования, универсальные приложения. На 99% они совместимы с контроллером и с десктопом. То есть можно тестировать на десктопе. Спасибо. И последний, да, давайте вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо за презентацию. У меня вопрос вот по автоматизации и по вашим примерам. Вот вы упоминали автоматизацию здания. И первый вопрос, который мне задаст либо умный заказчик, либо за него инженер главный или техдиректор, чем это лучше? Как это продать человеку, который не ведется на слова скину модно-молодежно? Ну то есть все, что по инженерации здания, она сейчас обычной скадой реализуется, и все хорошо. Что будет, если у меня пропадет на день канал интернета? Что будет, если там кто-то пытается, вот известно сейчас, что там даже на скаду атаки уже производится, а если это будет, как каждая железка сама по себе, у него свой DCV порт открытый, вот, то будут и на них атаки производить. Или другой вопрос еще, вот вы упоминали про Minecraft, что вот по загруженности, чем это лучше, чем просто датчик влажности и температуры, который улучшит релюшечку. И вообще какой-нибудь пример именно вот проекта, где вот действительно IoT рулит и приложает другие технологии и подходы. Я думал, что вы первый выступите с этим вопросом, и я наконец с ним расправлюсь, с этим вопросом. Я надеялся вот сейчас, что его не зададут. Первое. Вы совершенно правы про автоматизацию. Первое. Это то, о чем я говорил в самом начале своего доклада, что нужно четко различать, что у нас есть автоматизация, например, вот этот сценарий, который я показал, это автоматизация, это не интернет вещей на самом деле, хотя я там оговорил, что интернет вещей. То есть у нас, в принципе, без канала интернета это все будет работать, ну, прекрасно, потому что оно там достаточно часто и просто по силовым кабелям идет, например, да, эти все дела. Когда мы делаем из этого решение интернета вещей, мы должны понимать, что, вот вы правильно сказали, канал интернета упал, значит, нужно резервировать. Все очень просто. И если у нас есть вот какое-то узкое место, его нужно резервировать, то есть ставить два канала. Это дорого, конечно же, но те проекты, с которыми мы работали, с большими, они не просто берут одно здание и выносят его на дэшборд. Одно здание, ну, смысла, может быть, и нет делать, да? Что происходит, если мы хотим видеть на дэшборде или на нескольких дэшбордах операторских там 10, 20, 30 заводов, у нас есть такие проекты, там, одна из крупнейших компаний по производству бутылок, но почему нет, в принципе, да? То есть там что-то не то пойдет и все, мир лишится бутылок. Вот, не очень хорошо. Поэтому там резервирование, там все это есть. И, разумеется, там внутри есть и в программной обвязке все это резервирование, все это резервирование происходит. Чем это лучше? Обычно, конечно, никто не верит. И поэтому, когда я прихожу, например, к партнеру и начинаю разговаривать, если партнер нелояльно относится к этому делу, да, то есть говорит, ну, расскажи мне, что за интернет вещей. Слава богу, у меня этого ни разу не было, по-моему. Мы с ним начинаем разбирать бизнес-процессы. И до такого доходит. То есть мы смотрим на то, каким образом можно оптимизировать. И, на самом деле, периодически приходим к тому мнению, что это делать не надо. Потому что это ни к чему не приведет. И если возникло ощущение из моей презентации о том, что IoT нужно срочно внедрять и так далее, то ни в коем случае. Так же, как и облако. Есть сценарий, где оно работает, есть сценарий, где оно не работает. И нет никакого универсального рецепта относительно того, что вот в этой индустрии оно сработает. Нет, ни в коем случае. И второе. Вот второй тоже был ужасный вопрос. Посмотрите, пожалуйста, его. Чем лучше решение с IoT с тем, что вот есть отдельная лампочка, которая управляется против… Понял. Понял. Это на самом деле вот эта вся эта история, она заключается в абстрагировании разработчика от вот этого дела. То есть если мы берем датчик, например, да, и пытаемся связать, автоматизировать что-то на основе показателей этого датчика, мы с высокой степенью вероятности будем ковыряться самостоятельно в этом деле, в коде, в железяках и так далее. AllJoin он для этого и призван. То есть вы тоже поймите, AllJoin не наш стандарт, не мы его призвали. Более того, AllJoin, по-моему, Linux Foundation основал. Мы потом заджойнились как премьер-члены вот этого альянса AllJoin. И там больше 30, по-моему, этих вендоров огромных. Вот это все про упрощение. То есть гораздо легче, если у нас будет там 10 этих девайсов, например, 10 сенсоров, и они умеют говорить по AllJoin. Мы подключились с нашим клиентом с мобильного приложения к сети, и мы сразу все их увидели. Раз тапнули, вот как там на видео тапнули, увеличить там свет и так далее. И все связали внутри, хук сделали внутри программного кода, оно сработало. Это все про упрощение, про трагирование вот незлежащего вот этого, как это называется, оно называется boilerplate код, от всей этой незлежащей рутиной взаимодействия с железякой. Вот так скажем. То есть это, опять же, это не какая-то серебряная пуля, которую срочно нужно внедрять. Это используют только тогда, когда это реально нужно. И оно действительно, в принципе, периодически достаточно интересно срабатывает. Продолжение следует...